О главных событиях дня не только в ближайшие 20 минут вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Алина Волучейская. Мобильная приемная президента России прибыла в Наринмар для рассмотрения жалоб граждан. Все обращения поступили на имя президента, всего их 5. 4 из них касаются ветхого и аварийного жилья и одно обращение связано с транспортной системой. Мобильная группа, которая впервые за 3 года посетила с плановым визитом Ненецкий округ, выезжала каждому обратившемуся на дом, чтобы оценить ситуацию. А сегодня уже в приемной совместно с органами местного самоуправления и органами власти искали пути решения. Все жалобы очень непростые. Найдено решение, сроки установлены. Я не сомневаюсь, что они все будут выполнены, установленные сроки будут удовлетворены, потому что очень терпеливые вас народ. Очень терпеливые. И надеюсь, что и органы местного самоуправления, и округа, администрация округа, они будут работать во взаимодействии по решению этих задач и по восстановлению нарушенных прав граждан. Почти все обращения, поступившие на имя президента, касались ветхого и аварийного жилья. Вы знаете, вот сейчас часть этих обращений, которые были, на самом деле мы нашли пути решения, вот включили людей в программу. Это можно было сделать, конечно, и без мобильной приемной. Можно было включить их в программу. Только нужно было все это сделать четко, ясно, гласно. У нас ведь в чем претензия людей, обращающихся, возникает? Когда они не знают, когда их дом будет снесен реально. Узнают, что он ветхий, аварийный. А когда это произойдет, они не знают. К сожалению, у нас не все органы власти могут четко спланировать свою работу. Несмотря на то, что в округе существует ряд проблем с ветхим и аварийным жильем, полпред Татьяна Николаева отметила, что наш регион активно развивается. В округе хорошие социальные программы и демографическая политика.